Ну, дело в том, что у нас сейчас такая Государственная Дума, что она вся кажется как фейк. Поэтому все вот эти инициативы, значит, их главная задача просто привлечь внимание к персонам, и они выискивают скорее наиболее экзотические такие законопроекты, чем полезные. Ну, можно было бы предположить, что существует какая-то борьба монополистов в торговле против мелких торговцев. И в этой ситуации, значит, алкоголь по картам – это некий такой еще один инструмент против тех, кто, как бы, против маленьких бизнесменов. То есть попытка этот рынок каким-то образом, может быть, сконцентрировать в них руках. Рынок огромный. Вот, и не знаю, то есть с моей точки зрения все вот эти инициативы, они будут очень легко преодолены, потому что там тут же рядом появятся какие-то люди, которые там за небольшой процент будут покупать с карточек. То есть любой запрет такого рода, значит, это просто удорожание продукта, я бы так сказал. Точно так же, как то, что сейчас предлагают какие-то запреты на въезд, это значит, что появляется некая новая коррупционная составляющая для каких-то чиновников. Не знаю, мне кажется, что, может быть, я не прав, кстати, но мне кажется, что тема алкоголизма, она как-то вот отошла на второй план. То есть сегодня есть миф о том, что русские там много пьют, пьют там дрянь. Мне кажется, что это сейчас не самая главная проблема.